Идея установить барельеф Борису Ельцину, под которую подписались 36 видных общественных деятелей, среди них и президент Эстонии Арнольд Трюйтель, возникла еще в прошлом году. И вот 22 августа это событие состоится, причем с участием не только видных представителей политических и бизнес-кругов Эстонии, но и супруги первого российского президента Наины Ельцины. Поскольку данная инициатива является частной, то и финансировалась она только благодаря добровольным пожертвованиям при поддержке фонда Ельцина и некоторых эстонских государственных учреждений. Несмотря на то, что персоны Ельцина вызывают множество противоречивых суждений, он сыграл чрезвычайно важную роль в бескровном обретении Эстонии независимости. Именно поэтому на барельефе будет памятная надпись на трех языках – английском, эстонском и русском – в память о первом президенте России Борисе Ельцине за его вклад за мирное обретение Эстонии независимости в 1990-1991 годах. Никто же не говорит о оценке личности Ельцина. Это просто напоминание одного события. Событие, которое во многом определило то, что все изменения, которые у нас произошли, они же произошли без человеческой... Той цены, которая часто заплачена где-то, это человеческая жизнь. Поэтому этот день, это событие, этот период, его просто следует людям напомнить, как возможность договориться, как возможность найти какой-то всем подходящий компромисс. Создателем барельефа является молодой эстонский скульптор Рене Рейнумяя, который выполнил его на основе бюста подаренного семье Бориса Ельцина всемирно известным скульптором Эрнстом Неизвестным, проживающим в Нью-Йорке. Стало известно и место, где будет расположен памятный знак – у лестницы Паткуля в Таллине в начале улицы Нунне. По словам Раева Вара, который с 1990 по 1992 год был министром экономики Эстонии, противоречивость фигуры первого российского президента не должна влиять на признание его заслуг перед Эстонией. Ведь в отличие, например, от Литвы, где в результате переворота погибли 13 человек, Эстония получила свою независимость без крови именно благодаря Борису Ельцину. Продолжение следует...